Идею инклюзивного проекта «Дети будущего» инициативной группе педагогов в составе учителя начальных классов и психолога средней школы номер 11 подсказала сама жизнь. Ведь на базе учреждений образования существует 10 интегрированных и 5 специальных классов, в которых обучаются дети с особенностями психофизического развития. Достаточно сложно сойтись на какой-то одной точке при объяснении материала, потому что где-то те дети, у которых есть проблемы с вниманием, они отвлекутся, они не увидят, им объяснят, они тут же забудут. А другие дети могут схватить данную информацию быстрее. Где-то наоборот, те дети схватывают быстрее. То есть нам нужно было найти какой-то общий знаменатель. И, конечно же, игры – это всегда то, что привлекает внимание детей. Использование ярких красок, яркой картинки, знакомых персонажей помогает детям включиться в процесс, сопереживать герою, стараться выполнить задания как можно лучше. Все задания в таких играх направлены на усиление концентрации и объема внимания, развитие памяти. Психолог предварительно проводит диагностику с целью выяснения проблемных моментов в обучении. Затем на основании полученных данных учитель начальных классов создает интерактивное задание. Ну вот, да. Пока лежал все выстрели в его голове, перемешали. Помоги ему их собрать. Заинтересовать ребят, сделать их обучение максимально эффективным и успешным – главная цель, которую ставили перед собой создатели проекта. Когда я пришла работать, у меня был первый мой интегрированный класс. Я как студентка столкнулась с данными трудностями, что у меня были детки с детским церебральным параличом, у меня были детки с трудностью в обучении. И, конечно же, мне как молодой хотелось как-то им помочь, как-то облегчить им это обучение и сплочить весь классный коллектив. Поэтому я начала разрабатывать игры. На самом деле игра довольно-таки элементарная и создана она в доступном для всех приложении PowerPoint. На данный момент у меня есть три игры. Одна игра «Усный счет» для детей четвертого класса по теме задачи на движение в противоположных направлениях. Вторая игра – это развитие связанной речи для детей младшего школьного возраста. Ну и на внеклассную работу не так давно новая игра. Была придумана гениальное изобретение «Открытие человечества». На данный момент идет разработка игры, которая поможет детям в дисграфии. Будут различные разделы в зависимости от того, с какими трудностями дети сталкиваются при письме. И, соответственно, при прохождении некоторых заданий мы надеемся на положительный результат. Данные разработки уже помогают в работе учителям начальных классов школы. Кроме того, они были высоко оценены на педагогическом фесте, а также конкурсе «100 идей для Беларуси». Там же презентовал свой проект под названием «Занимательные переменки. Тандем учителей и ученика из 24-й средней школы». Идея нашего проекта – это создание бизи-бордов, либо по-другому их еще называют игровые доски, занятия с которых направлены на развитие детей через игровую деятельность. То есть детки играют и развивают свою мелкую моторику, что особо актуально для детей младшей возрастной категории. Развивают свои умения, мышление, логическое мышление, также воображение. Успешная реализация идеи оказала свое влияние как на участников, так и на самих организаторов. На переменах в начальной школе гаджеты уступили место бизи-бордам, а у старшеклассников появилась дополнительная мотивация к проявлению своих талантов. Благодаря налаживанию контакта между учениками и педагогами, мало того, что происходит какая-то рабочая деятельность, и появляется какая-то эмоциональная связь. Ученики больше хотят участвовать в различных конкурсах, больше проявляют инициативу. Соответственно, у них появляется все больше и больше желания раскрывать себя в самых различных областях.